Сегодня в программе указывая ПУЦ. Несправедливая критика глубоко ранит. Она причиняет боль, но когда вы с благодарностью вспоминаете, что Бог сделал в вашей жизни, это всегда наполняет вас духом прощения. Между клеветником и тем, кого оклеветали, стоит Бог. Он рассудит. Именно Он рассудит. Сегодня в программе. КРИТИКУЮЩИЕ Именно так Мариам и Арон поступили со своим братом Моисеем. Мариам начала цепочку критики, а Арон, как мы видели в последней проповеди, был малодушным и просто согласился. Да-да, сестренка, о чем это нам говорит? Подумайте, о чем нам это говорит? Говорит это о том, что в глубине души Мариам и Арон завидовали Божьему призванию на жизни к брату Моисея. А в этом вся суть. Они были исполнены зависти настолько, что вместо того, чтобы честно прийти к нему и сказать, «Эй, брат, Моисей, мы завидуем твоему положению и лидерам, мы сами хотели бы иметь такие полномочия», они обнаружили проблему, с которой смогут согласиться все израилетяне. А вот как это работает. Они обнаружили проблему, которую, как они знают, могут рассердить всех евреев и сконцентрировались на ней. Что это было? Его жена не была еврейкой. Его жена была не из их рода. Его жена была чужеземкой. Я думаю, что у каждого в семье есть свои Мариам и Арон. Я думаю, что в каждом офисе есть свои Мариам и Арон. Я думаю, что в каждой церкви есть свои Мариам и Арон. Мариам — зачинщица критики. А вот Арон, поддерживающий эту критику. Мариам — разжигающая критику. И Арон, говорящий, «Ты правая сестренка». Мариам распространяет сплетню, а Арон наивно ее повторяет. Я знаю, и вы знаете, что личная критика, даже если она оправдана, воспринимается весьма болезненно. И также мы знаем, что несправедливая критика глубоко ранит, особенно если она исходит от близкого человека, которому вы доверяете. Критичные люди высказывают свои замечания прямо в лицо. У них с этим нет никаких проблем, и они редко думают о последствиях. Но что делает критику Моисея особенно мучительной? Так это то, что она ставит под сомнение его мотив и то, от кого исходит именно эта критика. Это его сестра Мариам, сыгравшая важную роль в спасении его жизни, и его брата Арон, который поддерживал его во всем. И вот после того, как Моисей отказался от золота Египта, отождествив себя со страданиями Израиля и сражался со своим народом, призывая их отказаться от идолопоклонства, от безнравственности, от ропота и жалоб, два самых дорогих ему человека, его брат и сестра, подверглись сомнению его мотивы. А вот что я узнал о критически настроенных людях за эти годы. По сути, это люди, которые не очень довольны собой. Они чувствуют зависть и ревность. И эти чувства засели в них очень глубоко. Они так и не научились быть довольны тем, куда их поместил Бог. Поэтому они нападают на других. Так вот, запомните, люди всегда будут нападать на кого-то, кого они считают важнее себя, на кого-то, кого они воспринимают как более важных, чем они сами. Они нападают на того, кого считают более успешным, чем они сами. На того, у кого, по их мнению, есть что-то, чего нет у них. На кого-то. Кого они считают более популярным, чем они. Подумайте об этом хорошенько. И поэтому, услышьте меня сейчас. Человек, которого никогда не критикуют, это человек, который ничего не говорит, ничего не делает и ничего не добивается. Так что, если вы хотите добиться великих результатов, лучше усвоите, что бонусом к этому будет и критика, ваш адрес обязательно. Я лично вот убежден, что всякий, кто добивается чего-то стоящего в жизни, чего-то важного в жизни, обязательно подвергнется критике. Даже Иисуса и то критиковали. Вопрос. А в чем заключалась критика Мариам и Аарон? Я говорю о причине. В чем она заключалась? Она сразу же вызвала суд Божий. А суд Божий не всегда приходит сразу. Часто. На это нужно время. Но иногда вы видите в Священном Писании, что Бог действует очень быстро. Они сказали, Моисей женился на той, которая не одна из нас. Она эфиоплинка. Ну и что? К чему они это? Давайте порассуждаем над этим местом. Жена Моисея, Сепфора, была модианитянкой, и он женился на ней задолго до этого. Задолго до чего? Спросите вы. До горящего куста и встречи с Богом. До того, как Моисей был призван освободить свой народ из Египта. До десяти Божьих судов, постигших египетских богов, до перехода через Красное море, до прибытия на Синай, до манны с небес, до того, как Бог дал Моисею десять заповедей, задолго до всего этого. Так зачем же критиковать его за это именно сейчас? Возлюбленные, послушайте, я знаю, что вы знаете, что Писание очень ясно говорит нам, что мы не должны преклоняться под чужое ермо с неверными. По этому поводу не может быть никаких дискуссий или споров. Тот факт, что Бог иногда позволяет что-то по своей благодати, не означает, что нужно этот библейский принцип нарушать, и это правильно. Вы не можете находиться под чужим ермом. Хорошо? Но тогда-то Библии еще не было. Когда Моисей женился на Сепфоре, не было ни Библии, ни Писания. Бог еще не дал своего слова. Однако критика, наполненная завистью и ревностью, вообще-то нелогична. Критика, которая говорит, «Я принял решение, не путайте меня с фактами». Но здесь есть кое-что, что я не хочу, чтобы вы пропустили. Мариам, Арон и Моисей принадлежали к одной семье, ведь так? У всех троих был один отец и одна мать. Мариам и Арон были с Моисеем одной плоти и крови, и они тоже были избраны Богом, чтобы сыграть роль в избавлении Богом его народа из Египта. Они оба выполняли свою особую роль. Мариам была директором хора, а Арон был первосвященником, самым первым первосвященником в библейской истории. Так что у них у каждого была своя роль, у них было положение, в котором Бог использовал их. И, возможно, они получили всю эту честь из-за своей родственной связи с Моисеем. Возможно, они стали известными благодаря брату, Моисею. Тогда почему же они недовольны и критикуют своего брата? Писание этого не разъясняет. Я всегда указываю, когда Писание говорит о чем-то ясном, и когда Слово Божие не объясняет причину иррациональной критики. Еврейские ученые предположили, что, должно быть, Сепфора умерла, и Моисей снова женился на женщине Эфиопленке. К тому же, он женился на ней, не посоветовавшись со своей сестрой Мариам. Я подумал про себя, что для того, чтобы это понять, нужно вырасти на Ближнем Востоке. Тогда вы точно увидите в том, что сделал Моисей проблему. Есть люди, которые просто критичны, и они не хотят, чтобы вы дышали, не посоветовавшись с ними, не попросив у них разрешения. Я имею в виду, что если вы не посоветуете с ними, они найдут все причины для беспощадных нападок на вас и для критики. Но я больше склонен ко второму сценарию. По мнению большинства исследователей Нового Завета, по мнению большинства верующих ученых, должно было произойти следующее. Когда Моисей встретился с Богом у горящего куста, и Бог попросил его отправиться в Египет, Моисей знал, что ждет его на другой стороне. Он должно быть оставил свою жену и детей со своим тестем и афором в земле мадионитян. Так что за период борьбы с фараоном, за то время, когда он помогал народу Израиля выйти из Египта, из земли рабства, за то время, когда Моисей обучал их поклоняться одному только Яхве, за этот период Мирьям, его сестра стала главенствовать, стала женщиной номер один, стала так называемой пчелиной маткой. Но после того, как они поселились на Синае, мы читаем, что Иофор, его тесть, и Хабаб, его зять, приехали навестить его на Синае. Кстати, его тесть Иофор дал ему один из важных принципов управления. Вы помните, он показал ему, что нужно делегировать полномочия. Это отличный и очень полезный принцип. Итак, когда они пришли на Синай из земли Модианитян, чтобы увидеть Моисея, они взяли с собой миссис Моисей и мальчиков. И о горе! В центре внимания уже не Мариам, а жена Моисея. Мариам больше не царица. Видится ли, когда появилась миссис Моисей, Мариам и Арон надулись и решили подставить Моисея. Вы знаете, когда кто-то все время унижает другого человека, это только потому, что он думает, что это его поднимает. Это всегда происходит только потому, что человек не может вынести тот факт, что центр внимания не на нем или не на ней. Они хотят, чтобы прожектор светил только на их мудрость. Они пытаются показать, какие они гениальные, духовные и умные. это огромная проблема. Острый ум, одаренность, талант. Все это прекрасно, но это не имеет ничего общего с Божьим призванием на жизнь человеком. Я видел это на протяжении многих лет. Независимо от того, занимаетесь вы бизнесом, являетесь врачом, инженером или кем бы то ни было, где бы вы ни находились, куда бы Бог вас не поместил, Бог дал вам помазание в этой области, и поэтому когда вы находитесь в области своего помазания, вы получаете благословение. Вы со мной? И я знаю, что использую слово помазание не в самом прямом библейском смысле, но вы знаете, что я имею в виду под помазанием. В этой сфере Бог даровал вам свое благоволение. Вы добились успеха в этой области, и это имеет отношение не только к служению, но имеет место во всех сферах жизни. Куда бы Бог не поставил вас, Бог благословит вас в этой области. Лично я верю, что Бог не всегда призывает самых выдающихся людей. Бог не всегда призывает тех, кто умен в своих глазах. В случае с Моисеем, критика Мариам и Аарона была не только несправедливой, не только неоправданной, но и была вопиющим грехом. Прошу вас, не пропустите то, что я вам сейчас скажу. Не упустите из виду реакцию Моисея на всю эту ситуацию. Если вы это упустите, вы очень многое потеряете, потому что вас могут критиковать. Это часть жизни, но посмотрите на реакцию Моисея. И это вас благословит. Моисей мог бы вскипеть на них, и он был бы оправдан, но он этого не сделал. Моисей мог бы обвинить их в лицемерии, и он был бы оправдан, но он этого не сделал. Он мог бы защитить себя и объяснить, что он женился за много лет до того, как Бог дал ему заповеди, и до того, как было открыто Писание. Но он этого не сделал. А почему? Потому что Моисей знал, что если бы они реально были озабочены этим вопросом, они бы обратились к Нему наедине. Они бы подошли к Нему наедине и поговорили об этом, вместо того, чтобы рассказывать всем остальным. Моисей знал, что в этом вопросе они были корыстными. Моисей знал, что их цель это продвижение собственной важности, и Моисей знал, что они дрожат от зависти, и поэтому они выпустили на Него шквал критики, словно стаю собак. Однако Моисей распростер руки к своему брату и сестре, даровав им свое прощение. Он простил своего брата и сестру. Я не говорю, что никогда не нужно защищаться. Иисус защищался перед фарисеями. Он вел с ними полемику. Павел защищал себя, споря с ревностными иудеями. Бывает время, когда нужно защищаться. Но здесь Моисей не видел причин защищаться. Вы спросите, почему? Из-за его подлинного смирения и любви к сестре и брату. Потому что он считал, что Бог его защитник. Потому что он верил, что Бог сделает это намного лучше, чем он сам. Потому что он защищал свою сестру Мариам и своего брата Аарона. Послушайте, когда вы с благодарностью вспоминаете, что Бог сделал в вашей жизни, это наполняет вас духом прощения. И я этому свидетель. Не забывайте, друзья, что между клеветником и тем, кого оклеветали, стоит Бог. Он рассудит. Он самолично рассудит все это. И что же сделал Бог? Он поразил Мариам страшной проказой. И затем Аарону, как первосвященнику, пришлось объявить собственную сестру прокаженной. А это, как вы понимаете, было нелегко, но это входило в его обязанности священника. А что при этом делал Моисей? Он всем сердцем молился за них. Он взывал к Богу об исцелении своей сестры, говоря, «Боже, исцели ее». Одна из вещей, о которой я могу свидетельствовать, и близкие мне люди знают, это молитва заклеветника. Молитва заклеветника. Одно из величайших исцеляющих переживаний в моей личной христианской жизни. Бог ответил на молитву Моисея и исцелил Мриам, но не сразу. Бог мог бы буквально щелкнуть пальцем, и Мриам была бы исцелена. А почему он ждал семь дней? Зачем он ожидал семь дней? Послушайте меня очень внимательно. Бог хотел преподать урок этому новому сообществу людей Божьих, и он хотел показать Израилю, что у греха есть последствия. Вы можете сказать вместе со мною, у греха есть последствия. Это одно из тех очень личных посланий, которые необходимо применить каждому человеку. Это между вами и Богом запомните. Итак, позвольте мне спросить вас, вы тот человек, кто критикует других? Вы тот, кто быстро нажимает на спусковой крючок и только потом задает все вопросы? Вы можете попросить Господа сегодня избавить вас от этого? Я гарантирую вам, опираясь на авторитет Слова Божьего и из личного опыта, Бог ответит на эту молитву. С другой стороны, сегодня здесь может быть кто-то, кто стал жертвой критики, и вам очень больно от того, что кто-то вас несправедливо оклеветал. Тот же Господь даст вам силы и исцелит вас. Начните молиться за того, кто оклеветал вас. Признаюсь, вначале молиться за обидчика довольно тяжело, но через 20 или 30 лет все становится намного легче, и вы уже молитесь за них с любовью. Поверьте мне. до встречи. Редактор субтитров